День с толком В Крае начинается подготовка к добвыборам в Алтайское краевое загсобрание. Закатают в асфальт. Авантюрист Трубцовска украл асфальтовый завод. 90 солдат против 2,5 тысяч боевиков. Героизм 21 века. Партия «Единая Россия» по отбору кандидатов на региональные и муниципальные выборы. Накануне в Барнауле обсудили доп. выборы краевых депутатов по одномандатным избирательным округам номер 26 и 31. Потенциальные кандидаты могут принести документы в Регасполком «Единая Россия» на Ползунова 26. В Наукограде документы принимают по адресу социалистическая 80. По-прежнему обязательные требования к кандидатам – наличие гражданства РФ, пассивное избирательное право, отсутствие судимости и активов за границей. Кандидатами могут стать как единороссы, так и беспартийные. Прием документов продлится до 5 мая, а само голосование на праймерис пройдет 31 мая. Напомним, дополнительные выборы двух депутатов АКЗС состоятся в сентябре. Это связано с тем, что накануне депутатских мандатов лишились Андрей Волков и Ирина Теплова. Они стали фигурантами уголовных дел. Также очередные выборы депутатов пройдут в Славгороде и Затосибирске. Всего замещению подлежат почти 350 мандатов. «Скоро вернусь, ждите в отпуск», – писал в 2000-м Сергей Медведев, солдат 6-й роты в Чечне. Домой он так и не приехал. Через несколько дней случился бой, о котором помнят спустя 20 лет. В нем сотня наших бойцов выступила против 2500 боевиков и отстояла высоту. В эти дни в России вспоминают их героический поступок. Бой длился почти сутки. По неписанным законам десанта бойцы без приказа не сдали назад ни шагу. Они остались непобежденными по праву смерти и бессмертными по праву памяти. Памяти молодых ребят, которые в одночасье попали в самое пекло Чеченской войны. Рота солдат преградила путь террористам, пытавшимся прорваться из Аргунского ущелья в Дагестан, самой высокой ценой своей жизнью. Всего 90 молодых ребят против 2500 боевиков бились до последнего. Это дань памяти тех людей, которые отдали свои жизни за свободу, независимость нашей страны, за то мирное небо, под которым мы сегодня живем. Одним из тех солдат был наш земляк, бейчанин Сергей Медведев. Сегодня здесь его брат Евгений. Он вспоминает, как в марте 2000-го, уже после похорон Сергея, пришло письмо. В нем брат писал «Все у меня нормально, скоро вернусь, ждите». Кто поднимался на эту высоту, он о смерти не думал. Он не думал просто по той причине, что он думал, он выполняет обычную работу. Какая бы задача трудной ни была, они не собирались умирать. Люди, которые защищали нашу страну, защищали, возможно, честь нашей страны, должны оставаться в нашей памяти навсегда. Такие мероприятия помогают поддерживать дух, помогают поддерживать патриотические настроения в нашем современном обществе. Песни о мужестве, стихи о патриотизме и слова благодарности в этот день звучали не только со сцены. Это он, солдат моей державы, охраняет мир на всей земле. Есть место в жизни подвигу. Вот даже вы посмотрите, вот эта шестая рота, 90 ребят шли, чтобы свою родину, Россию, победить, конечно, чтобы никто в нашу страну не пришел. Подвиг бойцов шестой роты вспоминали мамы героев, ветераны Великой Отечественной, Афганистана и двух чеченских компаний, а также студенты, школьники и кадеты. О героизме солдат в эти дни говорят в каждом городе, чтобы молодое поколение знало цену мирной жизни. Мария Микшут, Илья Халяпин. День с толком. К другим темам. В асфальт теперь закатают любого. Житель Рубцовска украл асфальтовый завод. Индивидуальный предприниматель незаконно проник на охраняемую территорию. А его работники, которые, кстати, не догадывались, что совершают преступление, разобрали завод, погрузили и вывезли. Для похищения в стиле друзей Оушена понадобилось несколько грузовых машин и автокран. Разобранный завод спрятали на складе. Ущерб, причиненный потерпевшему, составил чуть меньше 4 миллионов рублей, сообщили на сайте Краевая прокуратура. Это кража в особо крупном размере. За нее лишают свободы на срок до 10 лет и назначают штраф до миллиона рублей. Чем это закончится для авантюристов, покажет следствие. Прокуратура Алтайского края выдала предписание главе Алтайского Минздрава Дмитрию Попову. Это итог проверки Лебяжинской туберкулезной больницы и Рубцовского тубдиспансера. Прокуратура выявила отсутствие лицензии на медицинскую помощь по профилю фтизиатрия. За нарушение закона министру и выдали предписание. Инициировал проверку Сергей Шуленин, бывший главврач Егоревской ЦРБ. В своем обращении он писал, что в Лебяжинской туббольнице за короткий период времени умерло 3 человека. Этот факт ему советуют проверять в других правоохранительных органах. Тем не менее, письмо Шуленина придало огласке тот факт, что лечение туберкулеза в Рубцовске налажено плохо и этим нужно заняться серьезно. Жительницы Барнаула не хотят возмещать моральный ущерб в 100 тысяч рублей и западение рядом со стройкой. Представитель застройщика ждет от пострадавшей свидетелей и сомневается в такой цене вреда. Сам инцидент случился почти год назад. Пенсионерка Галина Павленко запнулась о деревянные брусья, которые остались от строительного ограждения на Ленина-122Б. Добавим, что возведение многоэтажного здания по этому адресу длится уже около 10 лет. От падения женщина сломала руку, потребовалось длительное восстановление, но рука все равно практически не действует. В ходе очередного судебного заседания ответчик ООО Сетра отказался от выплат компенсации за моральный ущерб. Требует от женщины свидетелей происшествия и судебно-медицинской экспертизы. Чтобы выяснить, действительно ли деревянные бруски стали причиной падения и травмы женщины. Когда состоится следующее заседание, пока неизвестно, но Галина надеется, что суд примет правильное решение. Ведь из-за травмы пенсионерка потеряла возможность работать. Мы будем продолжать следить за развитием событий. Переходим к другой теме. Непогода опять накрывает Алтайский край. Некоторые поселки в районах вновь в снежном плену. Эти кадры нам отправили из Локтевского района. Жители поселка Масальский не могут пробраться через заснеженные дороги. Напомним, в январе в муниципалитете был объявлен режим ЧС. Сняли его довольно быстро, так как к расчистке дорог помимо собственной техники района подключились фермеры и местные предприниматели. Сутками они у нас тут работают. Похоже, что они тут сутками работают. Вот именно сутками. Но если бы они работали здесь сутками, здесь бы такой дороги не было. Проезд из населенного пункта затрудлен. В целом, были случаи и отмены автобусных маршрутов. Если верить синоптикам, Локтевский район будет засыпать снегом до середины марта. В Барнауле, к примеру, снегопад не утихнет еще неделю. Несколько недель осталось до открытия единственного в крае ветеринарного пункта, в котором будут бесплатно стерилизовать кошек и собак. Первое время бесплатно, далее по льготной цене. Это проект барнаульского приюта «Ласка». Проект выиграл президентский грант. Это позволило построить сам пункт и закупить оборудование. Наша съемочная группа побывала там. Это уже стены от вольеров. Вольеры, которые предполагают стационарное содержание после операции для кошечек. Это здание на месте бывшей воинской части. А скоро здесь будет как в поликлинике. Стационар, операционная. Все для кошек и собак. После ремонта в ветеринарном пункте приюта «Ласка» будут стерилизовать до 10 животных в день. Три раза в неделю. Кстати, такое вмешательство в организм полезно. У хвостатых дамочек выравнивается гормональный фон. Если животное не стерилизовано и при этом у него нет вязок и, соответственно, нет потомства, то это все осложняет работу внутренних органов. И у таких животных, опять же, это научно доказанный факт, в несколько раз чаще встречаются опухоли, связанные как раз с половой системой. Каждую неделю в приют «Ласка» подбрасывают коробки с новыми котятами и щенками. Эти бездомные животные появляются не с неба. Они все выходцы из квартир и домов, говорит Софья. Поэтому проект «Только желанные щенки» мог бы сократить число бродячих животных, если хозяева будут стерилизовать своих любимцев. Если мы говорим, например, какие-нибудь базы, предприятия, стройки, очень часто там сторож дождется, щенки сами начнут кушать в коробочку, сложил, какой-нибудь увез в другую часть города, поставил где-нибудь около частного сектора, они сами это вполне честно сознаются, да, мы так делаем, ну, что там, частный сектор разберут. А в итоге одного разобрали, опять разбежались, да, и выросли, и вот начинается. Поэтому проект нацелен не на бродячих, а на домашних животных, а также тех, кто охраняет стройки и базы. Желающих бесплатно простерилизовать своего питомца уже почти полтысячи. Хотя пункт еще даже не открылся. После первой тысячи бесплатных операций в пункте начнут стерилизовать за деньги. Но если средняя цена в обычных клиниках 2 500 за кошку и 5 000 за собаку, то здесь стоимость будет вдвое меньше. Если вы тоже не особо любитель собачьих свадьб и нежеланных щенков, то тоже приводите своего собакена на стерилизацию. Пункт должен открыться в конце марта, но пока можно оставлять заявки. Ирина Корчагина, Алексей Феризин, День Столка. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компании Валар. Подписывайтесь на наш канал в соцсетях и хороших вам новостей.